Послание филиппийцам, глава третья Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный, восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить так. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все.